Сейчас пойдем сходим в такое вот интересненькое местечко, Ю-Бут, музей Гамбург. Интересно, что там будет. Или фильм? Даст-Бут, немецкий фильм про подводную лодку. Сейчас здесь прогуляемся. Это советская подводная лодка Ю-434. Именно вот эта конкретная подводная лодка была оснащена отдельной системой вентиляции, предназначенной для максимально возможного смягчения температурных условий. Несмотря на это, рабочая температура во время погружения часто превышала 40 градусов. В машинном отделении достигала даже 60 градусов. А максимальное время пребывания под водой с полным экипажем составляло примерно 3,5 суток. После этого лодка должна была всплыть как минимум до перископной глубины или глубины работы шноркеля, чтобы пополнить запас воздуха. На подлодке имелись два входных и выходных люка, которые также могли служить аварийно-спасательными. Спасательная подлодка могла состыковываться с одним из этих люков на глубине примерно 60 метров. На глубине до 80 метров в люк можно было опустить резиновую мембрану, ведущую внутрь люка. Затем отсек заполнялся водой, а экипаж использовал аварийные запасы воздуха. В результате выравнивания давления аварийный люк можно было открыть, и экипаж мог подняться на поверхность с помощью гидравлических спасательных баллонов с воздухом. Теоретически покинуть подлодку на глубине свыше 80 метров было невозможно. Это означало, что в случае аварии на большой глубине весь экипаж был обречен. На подводную лодку сходить 9 евро. Технические данные подводной лодки российской. Так, сейчас я вам покажу что-то очень-очень интересное. Так, это значит, что вкратце пробежимся. Ю-434, танго-класс, проект 641. Вот, в целом, как лодка выглядит. И теперь немного пройдемся после спецификации, но смотрите. Construction Yard. Представляете, в моем родном городе Красное Сормово, Ингорький. Город Горький, а сейчас Нижний Новгород. Так что, вот эта субмарина была сделана в городе, где я живу. Вот, 434. Круто, вообще просто. Значит, длина лодки. Длина лодка 90 метров. Ширина 9 метров практически. Так, максимальное погружение 400 метров. И максимально допустимая конструкция в погружении 600 метров. Водоизмещение 2800 тонн. А вот торпеда для вот этой посудины. Electric Drive. Вот так вот. Привод электрический был. О, эта торпеда. Да, мало не покажется. Это Гамбург. Один из самых крупных, крупнейших в мире портов. В Гамбурге. Здесь стоит подводная лодка. Советских времен. Советская подводная лодка. Торпеда. Здесь связи. Столько всего. Просто шок. Честно говоря, я даже не представлял, что здесь столько всего. Вот это, я так понимаю, торпедные аппараты. Вот с этой стороны справа три штуки. И здесь три штуки. Вот. И, собственно говоря, вот сама торпеда. Такая вот длиннющая, электрическая. То есть все это не направляющие. Здесь вот идут. Вот она как по рельсам заходит в торпедный аппарат. Вот здесь есть библиотека русская. Русские писатели. Куприн. Дальше у Нагаты Кристи есть. Александр Дюма. Здесь же есть. Здесь каюта офицера. И здесь же операционная для раненых. Вот здесь написано. Кабина первого офицера. Кровать. Да. Как в таких условиях? Жить, я не представляю. Мывальник здесь. Тоже. Короче, не разгуляешься здесь особо. Место вообще. Медикал изолейшн. Каюта. Медицинская изоляция. Ну, здесь, видимо, больные. Лихорадка или еще какие-нибудь заразные болезни. Душевая кабина. Вот такой нужно дом ставить. Душевую кабину. Еще злыки соответствующие. Гиропост. Главного инженера. Рубка. Каюта. Таким образом, они здесь проводили время. Книжки читали. Здесь вообще просто в глазах хребит от количества приборов. Масло, оборота, газы, ток. Аварийная остановка регулятора. Господи. Как это вообще? Как это можно вообще все это освоить? Здесь нужно, не знаю, 10 инженерных образований, наверное, получать, чтобы здесь вообще что-то понимать вообще. Да, ну, собственно, понятно уже, что здесь это контролирующие приборы, которые контролируют работу дизельной установки. Вот звук такой, посудан, оригинальный звук работы дизелей. Вот. Здесь, видимо, вот эти все. Это именно моторы. Ну да, вот здесь приводы. Паркера. Шатуны. Вот, а здесь, я так понимаю, что именно идет уже комната управления самой лодкой. Всплытие, погружение, вперед, назад. Вот это, конечно, все очень интересно. А вот здесь вот, малый, средний, полный. Господи, как такое можно вообще создать? Так, здесь туалет и вместе с гушем. Винт. Вот такая вот советская лодка. Там вообще невозможно ходить, но внутри этой лодки можно разбить череп просто в два счета. Одно неосторожное движение, и ты просто без ноги, без головы, без руки, вообще просто. То есть там, я не знаю, там везде аптечки висят. И, конечно, чтобы там ходить, это нужно быть таким гимнастом. Так что вот, как-то так, такая советская техника. Спасибо.